Евангелие от Матфея Евангелие от Матфея Евангелие от Матфея Евангелие от Матфея Сегодняшнее чтение, окончание пятой главы Евангелия от Матфея, продолжает повествование о нагорной проповеди Господа Иисуса Христа. Спаситель, заповедав не противиться злому, отвечать на удар не ударом, но терпением. Делать и более, чем нас принуждают сделать. Теперь дает как бы меньшую, более легкую заповедь. Он говорит «просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся». Излишне объяснять, что речь не идет о тех случаях, когда, например, малое дитя просит нож. Речь о помощи для пользы ближнего. Заповедь эта кажется меньше и более легкой по сравнению с предшествующими. Но, говорит святый Иоанн Златоуст, пусть внимают ей те, которые берут чужое, а свое тратят на жизнь блудную, ибо они возжигают для себя сугубый огонь через неправедный прибыток и пагубное расточение. Ну вот, наконец, и то, для чего были даны эти частные предписания о терпеливом перенесении скорби и обид. Ибо, говорит святый Иоанн Златоуст, все это предложил Христос для того, чтобы ты с полной готовностью мог принять и то, что гораздо выше этих предписаний. В законе сказано «люби ближнего твоего». Но Спаситель вновь восполняет ветхозаветный закон. Он говорит «любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас и молитесь за них». Вот верх добродетелей. Но и это не невозможно, замечает здесь блаженный Феофилакт Болгарский. Ибо Моисей и Павел, враждовавших против них иудеев, любили больше себя. Апостол Павел в послании к римлянам в 9 главе говорит «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, израильтян». И все святые, продолжает блаженный Феофилакт, любили врагов своих. Заповедь эта велика, и исполнение ее требует мужественной души. Но и награду за ее исполнение Спаситель обещает такую, какой не соединял ни с одной из прежних заповедей, говорит святый Иоанн Златоуст. Господь обещает здесь не землю, как кротким, не утешение и помилование, как плачущим и милостивым. Он говорит, что те, кто будет исполнять это, будут сынами Отца Небесного. Будут подобными Богу настолько, насколько это возможно для человека. Ибо Бог благотворит не только праведникам, любящим Его, но и тем, кто Его ненавидит. Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. И на кресте Христос молится о Бога убийцах, оставь им, ибо не ведают, что творят. Итак, если будем исполнять заповедь о любви к врагам, то пребудем с Богом. Если же будем любить только тех, кто любит нас, то какая нам награда? Не то же ли делают мытари, говорит Господь? Но будем трепетать, замечая здесь блаженный Феофилакт. Так как мы не походим и на мытарей, но ненавидим порой даже и тех, кто любит нас. Но этим грозным напоминанием Господь не заключает свою речь. Он еще раз указывает на награду и цель. Он говорит «Будьте совершенны, как совершен Отец Ваш Небесный». В греческом тексте Евангелия употреблено слово «телиос» – «совершенный», которое можно обозначить взрослого человека, в отличие от младенца. То есть здесь говорится о нравственной зрелости, совершенстве, в отличие от нравственной незрелости. Ибо по слову блаженного Феофилакта болгарского, Одних людей, друзей, любить, а других ненавидеть – есть несовершенство. Совершенство же любить всех. Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok